Ну что, всем привет, мальчишки и девчонки, с вами Мэй Хэмэд, у нас 25-я серия прохождения техно-магической сборочки Enigmatic 2 Expert Mode на версии Майнкрафта 1.12.2. Вчера не было серии, потому что я чё-то подзабил херца на всё это, и, блин, я откисал. Я отдыхал, ребятки, потому что я чё-то безумие устал на работе, и как-то мне было недозапись серии, а сидеть и так, бэн, сегодня мы там, бэ-бэ-бэ-бэ, вот это мне не хотелось. Поэтому я решил, что лучше я денёчек пропущу, отдохну, наберу силы и с новыми силами вперёд в бой. Ну а тем временем, сегодня, давайте я вам расскажу, что я сделал за кадром. За кадром я практически ничего не сделал, особо глазастые могут увидеть на карте целое помещение, которое я выкопал, и там я хочу сделать дополнительную систему, то есть что-то перенести отсюда туда и сделать, ну, плюс-минус хоть что-нибудь красивое, поэтому там оно работает. Вот, также я сделал вот такой Basic Crafting Table, вот с этой вот хернёй, которая я не знаю зачем нужна, но она была нужна, поэтому я её поставил. Вот, и открыл Extreme Reactors, вот, я просто сделал реактор, он здесь делается довольно просто. Вот, хотел открыть Draconic Evolution, но я осознал, что мне, блин, не хватает, много чего не хватает. К минимуму мне не хватает вот таких вот пылик, для этого нужно строить прям такую систему по переработке, используя nuclear craft, чего я не хочу пока делать, у меня пока мозг не заточен под это всё. Поэтому сегодня я решил, что я сделаю две вещи. Первое, я всё-таки сделаю себе меч супремиумный, вот, зачарю его прям по самой, не балуйся со всякими вытекающими-втекающими последствиями, то есть у него чары могут быть, и плюс у него ещё есть апгрейды на это всё, и также сделаю флаксовую сеть, тем самым выйдя в Ender.io, так сказать, да. Для того, чтобы сделать нашу флаксовую сеть, нам нужны были флакскоры. Флакскоры делаются при помощи сагмила и переработки Dimensional Transceiver. Для того, чтобы сделать Dimensional Transceiver, у нас вот такой вот крафт. В принципе, у меня всё фактически есть, вот только за... А, подождите, по-моему, херов мне, а не этот, не флаксовая сеть, потому что здесь нужен, да, здесь нужен... Ммм... Да, да, блин, хотя, в принципе, по идее, можно всё это сделать. А с Meridium, Pedestal и Black Iron, но у меня не хватит такого количества на Black Iron. Чёрт, чёрт, я-то думал, что сейчас будет всё красиво и всё офигенно, но нет, нет фигов, фигов как дров. Я понял, я понял. Ну, тогда у нас ничего не остаётся, кроме как продолжить ботанию. Добить, наконец-таки, гадского Гаю, оторвать ему уши, глаза, печень и всё остальное, всё, что можно будет. Поэтому я сейчас за кадром подготавливаю крафт. И мы делаем пилоны Гайи, по-моему, их нужно 4 штуки. Кстати, надо будет посмотреть. А давайте, кстати, сразу чекнем, что у нас там получается по Гае. Где лексикон Ботания? Не то. Вот это лексикон Ботания. Да, кстати, пойдёмте, особо такие настырные люди говорили, что, блин, Мэйхэм, ты не бросил лексику Ботанию в портал. Вот, пожалуйста, я бросил. Спасибо. И второе, они сказали, что, типа, если ты разобьёшь пилона, потом поставишь его обратно, оно перестанет работать. Но, как видите, нет ни хрена подобного. То есть, как минимум с одним пилоном оно работает. Если мы снимаем два, и один хрен он работает. То есть, как видите, ему чхать на это всё удовольствие. Поэтому, ну, дело такое. Как говорится, интересно, если я его поставлю обратно, он, наверное, тоже заработает. Вот. Это мы убираем пока что. Вот сюда вот так вот убираем. Пускай оно стоит. В принципе, кушать не просит, и всё норм. Эта система у меня остановлена. Здесь 4000 дерева. Эта система, соответственно, у меня тоже остановлена. Здесь всё работает. Поэтому как-то так. Смотрим. Ух ты. Я не ожидал такого. Смотрим. Нам нужен Гая. Гая, братан. Вот. Ритуал оф Гая. Вызвать дух Гай. Нам нужны беконы. Это которые маячки. Гая пилоны. И терресталевый ингод. Терресталевый ингод у меня есть крафта. Нет. Да. Вот оно, собственно, показывается. Нам нужно, получается, 9 блоков, да? Давайте посмотрим. 9 блоков. Нет, нам нужно... Или 9. Да, да. 9 блоков железа и 4 Гая пилона. Ну и всё, собственно. Я тогда пошёл. Анвизуалст. Я пошёл делать, собирать, точнее, всё необходимое на Гая пилонов. Потому что, естественно, я нифига не летал и не убивал Блицов. И мне нужно будет сейчас сделать, как минимум, заново всё это. И, точнее, как заново сделать планшет. Заново сделать карточки. Сделать всё необходимое. И тем временем, смотрите, какое количество у меня накопилось драконьевой руды. И поэтому её мы всё забираем. Это мы забираем. И убираем вот сюда. Вот. Очень удобная штука вам. Безумно удобная. Поэтому, блин, каким образом можно так на Изи нафармить сколько? 1024 пилона этих пыледраконьевых. Вот так вот. Читерские вещи, однако. Вот. Всё. Я пошёл искать. Делать всё необходимое. Искать этих уродов. И, я думаю, мы встретимся, когда я их уже найду. В общем, какая-то непонятная хрень с этими блицами творится. Вот, если честно. Я так и не понимаю, каким образом их искать. И, ну, более эффективно убивать. Но плюс-минус какое-то количество я нашёл. Итак, поехали. Мы ставим сюда. Кстати, между прочим, дракон у нас теперь супремиумный. Вот. Видите, 543 штуки типа я убил. На самом деле нет. На самом деле в чём фишка? Смотрите. Видите, здесь мы можем видеть, что я убил всего 10 штук, да? Вроде бы. Или 12 штук. Короче, неважно. В общем, я убил какое-то количество чуваков. Смотрим, да? Тогда коллекшн 10 из 300. Теперь, если я закидываю сюда наши вкусняхи, и оно начинает работать. Давайте возьмём сразу, ускорим. Вот. Но он потихонечку накапливается. То есть с каждым вот этим переработанным клеем полимерным здесь увеличивается количество. Соответственно, шанс дропа непосредственного шарда, который нам нужен, увеличивается. Смотрим. Оверл ворлдовская байда нам нужна, в принципе, для того, чтобы крафтить всякий мусор. По сути, нам не нужный. Ну, за исключением того, что можно из, блин, гнилой плоти делать железные слитки. Фактически, один к одному. Но этим временем вот они. Thermal Elemental Matter, которые нам и нужны. При помощи них мы можем получить те самые базальтовые роды, да? И блиц-роды, которые нам нужны. Кстати, вот есть ещё такие вот блиц-роды, которые мне нужны. Нужны именно. Вот. Сейчас я подожду, пока оно всё переработается. Когда у меня появится хотя бы здесь десяток, я не знаю, ну, или хотя бы штучек восемь, чтобы было по стаку. Правильно, что там по стаку надо? Ну, я не думаю, что больше. Итак, смотрим. Нам здесь нужны базальтовые роды. Роды. Звучит-то как ужасно. Палки. Базальтовые палки. Здесь нам нужны блицовые палки. И, соответственно, здесь нам нужны блицовые палки, только другие. Окей. Мне нужно всех по три. Значит, мне нужно 12 штук в конечном итоге. Я дожидаюсь, перекрафчиваю, и уже тогда мы с вами начинаем думать о том, что делать дальше. Ну, а пока, чувак, давай работай побыстрее, потому что мне надо, бате надо. 12 штук есть. Теперь идём вот сюда. Засовываем эту байду сюда и выбираем. Но нам, получается, нужно что? Нам их три типа нужно, поэтому делаем три. Засовываем вот это сюда. Кстати, а вот эти... Стоять, стоять, стоять. Блиц, роды. А это не вот эти ли палки, которые у меня здесь находятся? Потому что мне кажется, что, скорее всего, они именно вот эти. А если эти, то мне оно и не нужно. Так, так, так. Да, 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 да. Это и есть эта байда. Всё, значит, оно мне не нужно. Этого мы берём сколько там получится. Где-то стак, да? Поэтому берём сразу стак. Это... Те две штуки отправляем обратно. Всё. И нам нужны, соответственно... Главное вовремя. Главное вовремя это всё увидеть. Вот эти мне палки, пожалуйста, сюда дай. Есть 8. Я неправильно посчитал, да? Ну, как обычно. Он мне сделает 32. Поэтому вот так. Что у нас здесь? Мне ещё 4, пожалуйста, надо. Одна есть. Ну и ладно. Ну, больно и хотелось. Бой, больно надо было, блин. И нам нужно будет их передробить. Передробить нам нужно будет их, скорее всего, в пульверизаторе. Да. И эти тоже, да? Только в пульверизаторе нормально дробятся. Да, 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 да. Пульвика у меня, по-моему, вообще даже нет. Серьёзно? У меня нет пульверизатора? А как я так промашечку сделал? Ну, ок, ок. Давайте сделаем пульверизатор. Пуль В Райзер. Ух ты, ёх ты ж. Теперь понятно, почему я его не делал. Потому что он делается как из жопы. Чего нам не хватает? Нам не хватает. Флинта вы... Вы да вы гоните. По-моему, это должно быть проще намного. Итак, флинта. Их нужно там, по-моему, по 8 штук на каждый. Поэтому берём 16. Идём в наш высекатель. По-моему, вот этот. Это мы забираем. Кладём вот это. Кладём вот это. И получаем раз-два штучки есть. Всё. Окей. И это закидываем обратно. И нам там нужен что? Крашер, да? Дабл крашер. Ну, естественно. Какой же тебе ещё нужен, блин? Advanced Coil Actual Edition. Раз-два. Ну, пусть будет 3. Окей. Крафт. Actually. Давай. Крафт-це. Крафт-це сказался пока. Раз-два. Так. Йента. Мне нужен... А чём я это? Мне нужен не крашер. Подожди. Он из... Тьфу, блин. Я не на то нажимал. Всё, есть. Он у нас готов. Оказывается, он и из обычного делался. Просто я... Ну, рукожоп. Всё нормально. Всё хорошо. Так. А есть у меня с собой трубы? Нет. Берём флаксовые трубы. Возьмём вот такую пафосную трубу. Я не знаю почему. Ну, потому что мы её возьмём. Ставим её отсюда. И ставим сюда пульверизайтер. Пульверайзер. Всё. Энергия пошёл. Соответственно, мне нужно передробить всё вот это. Я надеюсь, оно будет, типа, ненужное. Кстати, вот есть аугменты. Кстати, у нас есть киты из термалки. Термал. По идее, они должны ускорить. Да, у меня есть два кита, которые мне выпали тогда. Поэтому жбоньк и всё. И с апгрейджена. По-моему, он даже в таком варианте должен быстрее, типа, делаться. Да, причём-то хорошо быстрее делается. Всё. Я тогда сейчас делаю по два стака всего. Как раз у меня должно хватить. И идём крафтить. Дальше готовится к ГГАИ. О, снежочки. Прикольно. И поехали делать. Благо, что для всего вот этого здесь используются те же самые, ну, грубо говоря, вторичные продукты, которые там вырабатываются. Поэтому можно довольно просто это всё сделать. Делаем по 20 штук, давайте. На один пилон ГГАИ у нас их должно быть 4. 4 пилона, то есть 16 штук мы должны с вами их получить. Поехали. А, всё что ли, да? Типа так быстро? Ну, ок. Спасибо. Так, по-моему, всё остальное у меня есть. Нет, у меня нету чего. У меня нет монопилонов. Но монопилоны это тоже не проблема. Раз, два, три, четыре. Закидываем их обратно. И вуаля, монопилоны. Раз, два, три, четыре. Чё не хватает? Элементиума. Не хватает элементиума. Это у нас на манна. Манна, манна, манна. Сюда. И ещё один. Манна сталь. Ну, это типа в двойном объёме. Ты ж работаешь ещё, правильно? Или ты просто... А-а-а, вон оно чё. Типа это баг был просто текстурой, что она всё равно работала. Ну, ок, ок. Единственное, что он у меня что, забрал, получается, их и не отдаст? О, жлобяра. Как ты мог? Я в тебя верил. Где моя палка-ковырялка? Вон она. И, 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 чбоник, отдай. Ты мне отдашь мои? Я отдал. Всё, норм. Есть. Всё, четыре штуки у нас есть. Дальше нам нужно будет... Айрон, айрон, айрон. Сколько там? Девять штук их нужно было, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И, по-моему, бекон, да, нам нужно было там? Ну, в смысле этот... Маяк. Да, и маяк. Биакон. Сюда. Благо, он легко довольно делается. Без изменённого крафта. Ну, окей. Всё, у нас всё есть. Осталось теперь только разобраться, где мы будем драться с ГАИ. Вот сюда у нас будет он становиться. И вот так. Правильно же, да? Нет, неправильно. Вот так. Вот. Плюс-минус как-то так он будет выглядеть. Поэтому выкапываем ямку. Вот так. Есть. Струкчер, компликт. Значит, всё готово. И дальше нам нужно чпокнуть террасталью по этому всему. Меч. Меч, 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 меч. Меч. Отрубатель голов сюда. Глядишь этот. Сожрём. И, по-моему, вот сюда нужно тыкнуть. Единственное, что... Сейчас же, наверное, громко будет. Что, капец. Поэтому сейчас я сделаю сразу потише. Ибо там прям жесткач. Нет, а куда? Сюда? А, или, по-моему, бросить надо. Подожди. А-а-а. Он типа говорит, что, братан, ты, конечно, типа, всё делаешь правильно. Молодец и умница. Но, типа, маловато местечко нам с тобой для драки. Это вот это тебе мешает, типа? Или они должны в воздухе висеть? Или тебе освещение мешает? А, него. Здорово. Ну, будем надеяться, что я сейчас не откисну. Но это не точно. Это типа всё? Серьёзно? То есть я переживал из-за вот этого? Ну, это прям печально. А где мой Гайя-слиток? Или он не дал? Гайя. Не, не дал. Это какой-то обман. Вот, ей-богу, как попахивает обманом, мягко говоря. Короче, Гайя в очередной раз попал под горячую руку и, походу, делая, с него ничего не падает. Ну, это прям печально. Гайя. 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 Посмотреть о том, что и как, и почему, и зачем, и вообще, в принципе, падают ли гаевские вот эти вот предметы с Гайи, как бы не было бы странно. Потому что, чтобы сделать Гайя-спирит, нам нужен Гайя-спирит. И при этом у нас нет ни одного упоминания, откуда он может упасть или еще чего-то. Понятное дело, что, типа, здесь ритуал Гайи, бла-бла-бла-ла-ла-ла, но нету. Нету Гая-спиритов. Все. Я пошел за кадры читать информацию, искать варианты, как можно будет вообще, в принципе, добыть дух Гайи. Ну, а тебе спасибо за просмотр. Ставь лайки, подписывайся на канал и пиши обязательно в комментариях. Может, у тебя есть какие-то мысли, и ты напишешь быстрее, чем я найду информацию о том, что, как и зачем делать. Вот. Ну, а с тобой был Мейхем. Хорошего тебе настроения. Увидимся с тобой в следующей серии. Пока-пока.